несколько часов разговорных семинаров и между этим я занимаюсь индивидуально с каждым таким образом слушатели могут составить свой план дня и понять что им важно концентрироваться на этом более эффективно усваивать материал очень большая радость что я вижу что мои юные коллеги смогли тут же понять как бы что взять на будущее надеюсь что я смог помочь и дать какие-то советы чтоб они развивали наше дело дальше гимнастика стрельникова это такая база которую я хотел обязательно дать студентам на каком бы инструменте мы не играли бы задействовано все тела иногда мы как-то забываем насколько важно дыхание забавный пример когда ученик играет какой-то сложный пассаж и вроде он занимается правильно за несколько мгновений или секунд до возникновения какой-то технической проблемы я вас уверяю у него собьется дыхание подобные маленькие упражнения они учат нас больше прислушиваться к нашему телу а наше тело это наш инструмент представьте себе что вам сейчас надо играть концерт что-нибудь сложное на маримбе что можно сравнить уже с музыкой шопена или листа на фортепиано при этом вы 15 минут назад притащили 100 килограммовый инструмент собрали его и поставили на сцену и после этого надо еще взять палочки в руки и играть очень сложное произведение мы со студентами попробовали их сделать и надеюсь что они будут использовать эти упражнения самая очевидная разница между нашим образованием и образованием вот тех стран европы нидерланды германия это сразу про гнесинку с какого возраста люди получают серьезное глубокое профессиональное образование когда я со своим гнесинским менталитетом приехал в европу для меня было не всегда понятно как у них там все это происходит представьте себе например какие-то международные конкурсы ударных инструментах выигрывает прекрасный коллега ему 20 лет который первый раз взял палочки в руки когда ему или ей было 16 до этого может быть человек немножко занимался частным образом на фортепиано не музыкальной теории ничего с другой стороны уже преподавая я иногда вижу молодых людей и хочется подумать о том что если бы они могли начать на 10 лет раньше наша система образования в искусстве для всех возрастов это совершенно уникальное явление не побоюсь сказать мирового масштаба ударные инструменты вроде развивались но поскольку они в основном связаны с новой музыкой это было очень и очень непросто и это были какие-то вот и уникальные единицы вроде марка пекарского который практически в одиночку поднял такую тему как консабль ударных инструментов здесь очень было мало музыки и было мало инструментов поэтому игралось огромное количество приложений прежде всего на ксилофоне маримб тогда не было почти и на ксилофоне игрался скрипичный репертуар когда я рассказываю это молодым коллегам они говорят да как такое может быть в школе не было ни одной маримбы и даже не было виброфона у нас были только ксилофончики вот но мы на них оттягивались по полной играли вообще все что может я очень рад и горд мне удалось сыграть первый скрипичный концерт прокофьева но это была прекрасная школа потом когда я смог к счастью серьезно углубиться фортепиано и чего-то там достичь и сразу мне захотелось принести вот этот фортепиано и звуковой опыт на маримбу как только я вот упомянул в нашем разговоре сыграть шопена у вас в голове возник звук это то что я называю слушательской конвенцией маримба настолько молодой инструмент что она для наших ушей непривычно нас конечно же есть проблема репертуара для маримбы существует некая слушательская конвенция уже это все-таки прежде всего что то такое думка думком бум-бум-бум-бум-бум теплая деревянная немножко ритмичная очень очень милая нам нужно больше профессиональных композиторов участь в гнесинской школе и играя много музыки слушая много музыки тогда мне казалось что вот я могу подбирать музыку чтобы она попадала под настроение под атмосферу может быть именно этот интерес привел меня к тому чтобы заняться киномузыкой музыка это воздух в кино находите на то звуковое решение которое заставит кадр дышать и мне кажется что потом это повлияло на исполнительство теперь мне интересно создавать пространство я исполняю какое-то произведение это как я создаю некое измерение дирижировать я начал благодаря кино мне пришлось это делать но это классический вариант когда чтобы процесс шел быстрее при записи композитор сам дирижирует своей партитурой и первые советы мне давал михаил сергеевич тот кого я играю в данный момент гофман спать в данный момент я какая-то радио . давайте представим вот нашу личную музыкальную эволюцию так сказать как скажем что мы растим свой сад отношение педагога с учеником мы пересаживаем какие-то растения из одного сада в другой наиболее ценным что мы только помогаем но человек растит свой сад сам и и и и и